привет народ добро пожаловать на новую серию по спаржи да нет привет народ добро пожаловать новую серию сижу я сейчас в deonex игре и появилось у меня некоторое свободное время отправлюсь я за долгожданной посылкой для троечки которую еще заказал перед новым годом а также навещу спаржу и завезу некоторые детальки под некоторыми я имею ввиду вот такие вот поддомкратники это задние поддомкратники от десятки купила их четыре штуки два правых два левых мне собственно нужны вот эти вот квадратики чтобы примастырить их еще ну понятно что два сзади и два спереди чтобы не цеплять ну там крат за обычный порог вот этот зашов порога усилителя соединителя потому что когда ты его постоянно ну у меня же машина раз низкая стенсерская колеса надо туда-сюда постоянно снимать что-то делать ну и частенько что с машиной делаю получается много домкрачу а когда много домкратишь и вот этот вот шовчик получается он иногда заминается царапается соответственно потом ржавеет и гниет чтобы этого не было я специально взял домкратники такие ночные под домкратники они тут держатся на четырех точках быстренько сейчас думаю приварим посмотрим заодно сейчас вам покажу что в итоге то со спортом происходит она уже находится наверное чуть больше месяца либо месяца на полной переварки днища то есть мы варим пороги пол сейчас уже вроде пол как закончен и человек будет приступать покрытию антикором соответственно дальнейшей покраски ну и собственно сборки а там же дальше посмотрим проехал наконец-то в пэк если честно не люблю эту транспортную компанию как и деловые линии они здесь рядом находятся вместо них в принципе более менее удобно но именно сами организации я не люблю то что у них всегда много народу в общем приехала мне вот такая вот шторка на заднее стекло классическая мэйден ссср правда по состоянию я не очень доволен потому что ну понятно что она ржавенькая тут ржавенькая сделано тут видео металлический каркас у нее и сама по себе вся такая темная выцвеша эти по сути должны быть белые бежевые эти синенькие но вот как здесь по сути сверху они все такие ну как бы страшно ну не знаю дома буду разбираться фух наконец-то я приехал от гараж именно здесь кстати два года назад я делал арки то есть передние задние там с пескоструем полной обработкой антикоррозинной квадратики вот сама кстати вот эта вот решетка говорю она как бы вот и светло-синяя и такая белая белая либо бежевая а здесь какая-то черная не знаю дома буду чистить ну чё как куда сюда наверно нет сюда думаешь а ну да а наш только что показал сюда но по сути он должен ровно без пластинки влезть даже по фигу я рукой буду нащипывать и это спокойно поделывать просто факт чтобы вот эту не повреждать абсолютно никак она даже не фига толстая стала кстати наружный порог внутренний порог но за это точно сейчас домкратом не поднято не подденешь замнешься к херам ну вот у меня же тонкие у него получается губки толстая просечка что вот это вот порсовать она тонкая то есть этот жирный час у меня не влезет в любом случае а обычным домкратить если то то здесь все замнешь и опять туда все попадет донеси равно за время то есть кисточкой герметиком а это чего это в водостоке или человек вентиляция а на стоке по-моему такого нету да или есть есть вентиляция порога должна быть я ни разу не видел вот тут попытался имитировать все вот вижу хотя бы нет этой вмятины от рельсов пороги впереди насколько можно было по правилам вот тут а блин что-то в магазине увидел лонжерон и продает в нашем ли магазине видел в южном вот этот прям кусок продавали может проще было на выкупить ну да он в любом случае даже даже толще даже мой чем магазинское говно это так все говорю поднищу примерно вот так все обработается и сверху тоже герметозом замажется чтобы лучше не пропадало то есть не вот этих не вот этих пупырей не будет все гаденько ровно так а спереди чего тогда сюда наверно просто на поддомкратник но желательно чем ближе к краю тем лучше чтобы соответственно я же мне же какое-то особое колесо надо мне еще надо пол машины поднимать вот я вот себя там кратил за уголок потому что что он самый жесткий поднялось то что но все равно мне кажется лучше лишний раз не испытывать мне дядя к тому что жесткость пузова сейчас увеличилась мы запустили то есть я приподнял чуть-чуть у тебя уже побоятся нагружу но поднял то я где-то просто расстояние какое-то ну да метр два с половиной наверно а вот эти вот резинки то вообще для чего нужны вот это все но здесь уже нет по-моему да в общем наступил следующий день забрала вчера на разборке дверь на 11 водительскую еще остальные три заберу попозже одна дверь не вышла в 2000 рублей а если брать по одной то в 3000 также забрал вот такие вот задние полочки под динамики у меня идут получается не просто горизонтальные а здесь как бы сотами такие дырявые мы не за ними как-то посимпатичнее вот сейчас чищу машину снега навалило много вечером опять же покажу что я сделал с дверной картой на 11 опять же друзья можно хвост пожалуйста брать спасибо и в общем хочу сейчас вам показать несколько деталей салона которые я переделал для 11 начнем наверное с боковых стоек эта стойка у нас идет от лобового стекла то есть передняя стойка потом идет стойка центральная где находится ремни безопасности вот здесь они регулируются эта стойка перетянута в алькантару в черную оригинальную как и задняя последняя стойка чуть-чуть они зашумоизолированы были они у меня перетянуты в прошлые года вот в такую бежевую сейчас у меня в бежевую перетянута именно передняя стойка это ну как сказать китайская ну хорошей фирмы алькантара не самоклеющаяся ни в коем случае именно на нормальном клее распыляющимся хотел еще перетянуть эту стойку в бежевую алькантару но не стал думаю что когда здесь ремни будут ну дергаться туда-сюда это все затрется поэтому лучше под карбон сделаю акуапринт чтобы было по красоте что касается порогов пластиковых и вот этих ну тоже нижней стойки центральной идет вот так вся центральная стойка у меня эти стойки и сами пороги пластиковые которые идут под дверьми они будут в черном рапторе решила сделать так потому что они постоянно царапаются от ремней запинываются ногами и самый лучший способ это их покрасить в черный раптор они будут выглядеть очень достойно и будут очень прочные то есть не будут затираться ну и самая плюха наверное это руль от весты уже перетянутый новый руль то есть руль приобретался новым и был сразу перетянут человек который перетягивал мне стойки как раз перетянул руль я спросил у него сколько будет причинить руль он сказал что у него есть уже готовый руль по 200 спорт заточенный единственное отличие он не анатомический то есть анатомический он идет более сплющенный снизу более выраженные у него эти вот костяшки но в принципе как бы мне ни к чему я пробовал спортивные рули приплюснутые мне вообще ни капли неудобно это было также вот он тут идет с серой строчкой и серой полоской нулевого градуса или как там правильно говорится ну и хочу показать то что я сделал тут на днях попробовал это установил кнопку от калины в пассажирскую карту ну переднюю сзади я не буду устанавливать потому что сзади как бы я все равно никого не вожу и не собираюсь аккуратно оцентровал никуда ничего не было не перекошено установилась прям плотненько красивенько даже наверно лучше чем на заводе ну на ликантаро не обращать внимание это надо просто отвезти в химчистку еще пока не успел также на решетки динамиков сделал лазерную гравировку если человеку надо отгравировать тоже обращайтесь сделаем все ладненько надеюсь вы поставили лайк потому что вот лично для вас сейчас я хожу тут мерзну снимаю видео но увидимся уже в следующем видео надеюсь она будет скоро она будет про 11 то что про 11 наверное всем уже ну давно интересно что с ней происходит то что начало лета про нее не было ничего и фоток было мало посетила я летом всего лишь два мероприятия к сожалению но показывать было нечего все сейчас ладно короче как будет так и будет